всем привет канал жизнь пророжская деревня жгем жгем вот эти вот остатки все еще много их там внутри это только маленькая такая часть каждый день сжигаем чтобы мусора не было сейчас требуется работы на лестнице очень много здесь работ с этой стеной и у лены были у лена соседки была лестница вот вспомнил сейчас пойду попрошу не может даст вот такая алюминиевая у нее большая там он ребята из дерева уже построили лестницу потому что работы как видите сейчас вот крепят внешнюю пароизоляцию из разных материалов здесь со стеной это нормально вот будет зашиваться потом все это дело у изби пойду попрошу сейчас у лена лестницу может даст надо прикупить еще одну лестницу будет потому что внутри трехметровые потолки надо будет добираться до верху там она как раз сейчас по моему на улицу музыку что ли слушает у нас как видите все растаяло я это предвидел и грязь опять по грязю ки ходим нету снега нигде теплый ветер где-то у нее доносится музыка здесь лена лена лен где-то здесь она ходит а вон у нее лестница как раз таки такая же алюминий к стоит лен лена не могу дозвониться до нее никак хоть она дома полез я к ней в огород не слышит она лена ты где блин а тут же тут вообще да скалолаз из меня еще тот конечно лен блин а я упаду там у нее тут вообще все прогнившие откуда лезть даже непонятно не слышит она музыку слушает громко не слышит меня лена 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 я тебе звоню дай мне лестницу алюминиевую пожалуйста у тебя стоит вот лестница складная дай мне через ворота дай мне а строителям нужна да лестница мне нужна на время вот алюминиевая стоит что смотрите дайте лестницу чё за кто-нибудь один дайте просто и все через ворота спасибо я еле дозвонился а им там кирпич кирпичи привезли они и музыку слушают и кирпичи что ли разгружают в общем еле-еле я до орался до нее сейчас дочка передаст да да вот это у меня одна такая есть понимаешь еще нужно еще одна а где есть она они от этого достаточно наверное я знаю три секции спасибо тебе огромное все отлично а решено а то я вот заказал уже лестницу ждать ее долго вон стенку строит там видишь стенку строит а лестница нужно высокая она легкая спасибо практично все верну пока чего там делаете-то кирпичи дом разбираете что ли а кто-то кирпичи привез а зачем кирпичи ладно я понимаю дрова принесли топить топить печку а тут кирпичи под зиму ладно у всех свои стройки у нас своя у них своя все несу сейчас передам и в них будет еще быстрее работа пойдет чуть не упал опять вот это повыше лестнице будет я лену ару 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 еле дорался она помп даже подлиннее будет сколько у нее 12 на 0 ступенек до 12 ступенек пойдет пойдет в общем это защита от ветра стену защищаем от ветра сейчас от ветра влаги там будет уэсби зашиваться сильнейший ветер сегодня на самом деле вот сейчас теплый но сильный и никак не могу бочку разжечь до сих пор керосинка закончилась она вся там дизельной пушки у нас попробую что-нибудь жечь надо все равно наверное да 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 будет когда-нибудь вообще ничего не могу разжечь отработку налить надо туда отработку масло он нагреется пойдет сейчас сожгем что-нибудь без конца не скатать все сразу набить потом подвинуть дальше идти по одной доске туда-сюда все это для над 12 штучек ветер очень сильный камера только что упала разбилась разбился ультрафиолетовый защитное стекло ультрафиолетовое она не знаю сейчас как показывает он ну должно быть видно трещину наверное саму линзу я думаю не пострадала экраны тоже не пострадали если вот так вот посмотреть нет целые а вот линза раз защитный вот это ульта увы фильтр да увы фильтр он разбился уже не раз камера падала из-за ветра сегодня день какой-то неважный камера упала разбилась кронштейну звук отлетела костер еле-еле разжег сейчас мы тут понятно все строит но горит я надеюсь меня видно я сейчас вот фильтр поставил родной уже надо будет это расходник купить поставить главное что экраны целые все хорошо так вот посла уже обрешетка пилит обрешетку так напиливают обрешетку и хочу показать это вот уже добор обрешетки идет сейчас последний получается это дело все вот так вот аккуратно вот такая стена вырисовывается здесь продолжение из дерева соответственно сегодня все зашьют здесь о избилистами дело идет ветра поменьше уже будет там какая-то хоть защита появилась изнутри то есть если залезть сюда уже уже отсюда я не залезу сейчас все лестницы там я даже у лены сейчас взял вот все лестницы там в общем стена у там вырисовывается чуть позже посмотрим просто забраться сейчас на крышу невозможно пока без лестницы так вот нарезают второсорка вот этот вот обрешетку 150 на 2 но она на самом деле не очень хорошая она очень плохая он даже вася головой маши до хреновая обрешетка где-то посередине она сужается где-то там с краю надо обрезать полметра толщина разная но да она такая тут привоз был без выбора обычно если я приехал туда я выбрал бы здесь вот накидали ее и привезли ладно какая уж есть такая есть крепим она все равно крепкая пружине сейчас до закрепляет и все и уэсби вход пошло этой стороны а и а и и и и и и и а может быть прожектора прожектор сверху пока сюда принести повесить как-нибудь закрепим давайте мы его достанем а евгений есть возможность достать прожектор и повесить где-нибудь здесь этим и занимаемся да а чё вот это поправить не как не получится маленький маленький я залезу сейчас и тогда не вешайте все там все нормально он там нужен чтобы чтобы что в глаза вот это надо опустить про сейчас я пущу тут маленький пойду в включу с этой стороны прожектор видимо хорошо сейчас закрепил что светит с той стороны можно говорить ночью работать спокойно всю ночь так насколько сил ну хватит тут включаем нет это моросит вот вот теперь нам никакая ночь не страшно со всех сторон с этой там слушать а может рассмотреть такой светильник потом где-нибудь здесь на доме включать чтобы например пройти туда-то так включил здесь нибудь а вообще я хотел светильники потом увидите я уже заказал их светильники хозблок 8 штук квадратные такие вот панели светодиодные прям на потолок на этот было бы здорово наверное но хотя бы четыре штуки прямо так через каждый там полтора метра какой 4 тут наверно 66 светильников надо ладно разберемся с этим еще до этого овощи как далеко вот отзыв вам от наших ребят строителей по поводу шуруповерта у меня три фирмы это makita resanto и но не у меня конечно devolt там еще лишь devolt он вообще проигрывает всем этим трем шуруповертом в плане удобства работы а вот это вот resanto она выиграны выигрывает реально хороший шуруповертик на высоте работать и так он легкий и в руке держится хорошо вот сейчас возьму devolt покажу какой у ребят devolt он старенький да сколько ему лет правда вот он мне кажется он перевешивает это вот тушка тушка перевешивает хотя если сюда повесить а к башку потяжелее то может быть и выровняться по руке а так он тяжелый и да он тихий да он devolt но как бы посмотрите вот они два makita можно где makita вот 3 makita вот makita тоже в принципе ничего но мне не нравится что здесь вот патрон со временем просто биты вылетает пластиковые здесь патрон вот здесь вот железный патрон здесь пластиковый тоже патрон у devolt а ничего не хочу плохого сказать про все вот эти компании да но как говорится по моему мнению и по мнению ребят алисанта выигрывает они конечно молодцы в этом плане прям под руку сделано все здесь вот но здесь такой есть кронштейн здесь кронштейн есть о удовольте на нет старая модель у нее не было еще кронштейн шуф вешать на на штаны где-нибудь работаешь на лестнице так неплохой шуруповертик хороший выбор я сделал специально для фронтонов и для стены покупал вот эти вот саморезы пресс-шайба без бура 45 по моему это сейчас и избе будут крепить стену и фронтона вот этим самолетом тут килограмм на на сколько и 5 наверно взял а уже на кровлю на крышу будут пробивать винтовыми гвоздями винтовые гвозди есть и эти ершовые ершовые об этом я узнал совсем недавно что такие гвозди существует блин говорят этим саморезами продавляет всю пленку если такие ершовые гвозди ну в принципе они поменьше будут два с половиной что ли они должны подойти они наверно уж не продыряют пленку это нормально нормально 5 килограмм но этого их должно хватить еще на ковры нам для для ковров на ковры можно и подлиннее потому что у нас этот ну по длине я тоже покупал ну понятно дело неудобно будет но пробейте уж я думаю гвоздями чтобы не падали там два раза 1 1 и гвоздь там внутри все поднялись так у изби девятка на крыш тоже девятка будет сейчас вот думаю стою а если бы я один тут делал смог бы я вот так поднять нет конечно даже вдвоем трудновато все это делается гвоздями пробить может быть на саморез сначала но там пробить уже глазами а чё не лезет я взял сантиметр надо срезать на хорошо что фильтр разбился они сама линза потому что если линза разбилась то все камеру можно было выкидывать а фильтр этот стоял не родной а ультрафиолетовый это для того чтобы когда ты на солнце снимаешь на ярком солнце бликов не было чтобы было видно меня например либо какой-то предмет сейчас я поставил ров родной фильтр у него нет ультрафиолет он такой обычный то просто как защитное стекло поэтому пока поживем вот так я думаю на солнце все равно пока нету и меня видно в принципе хорошо сейчас еще еще все все бегут с аэро в морсик с аэро киса не лезет как-то не лезет а вверх поднять 5 лет еще надо зазор нужен обязательно на сантиметр на еще резать не авто втыкается вот опять мне сейчас друг идею подкинул на втором этаже кинотеатр сделать я вообще кинотеатр люблю света не очень ну вот почему бы нет вдруг там получится это сделать посмотрим очень интересно потому что длинное помещение считай можно полотно повесить да где нибудь диван поставить проектор и будет кинотеатр полноц и посмотрим это все дело позже обыграем может быть и в кинотеатр не надо будет ходить ездить уже на второй этаж зашел посмотреть с объемным звуком а когда крепим usb сейчас подрезаем под потолочные балки немного делаем зазор со всех сторон здесь сверху снизу сбоку сейчас вот человек выставляет зазор 35 миллиметров это для того чтобы линейное расширение не выперла потом когда будет жарко например листу избил я сделал ошибку когда потолок вот этого гаража делал внутри там я зазор не делал но помещение проветриваемая слава богу и там таких проблем нет особо вот хороший молоток молоток кровельщика евгений попробуйте вот этот вот а то у вас какой-то молоток вот это 600 грамм весит он потяжелее будет я думаю что он поудобнее для работы и сюда можно тут магнита есть вешать гвозди на него с двух сторон получше непонятно стена готова со стороны портала очень аккуратно красиво высокая она получилась от фундамента 4 метра вот до потолка 4 метра а если было односкатная крыша то есть она была бы еще дальше туда на метр и 5 метров было бы но односкатная и так я думаю что за металла бы сюда нормально даже если туда с вылетом тоже было бы а так крыша идет вот так вот запасом туда и заметать не должно здесь теперь у нас вот такая вот стена аккуратная получается люди доделали и если они здесь полностью все силы сегодня на месте не были добивать пару гвоздей последних и все оставляют небольшой запас у меня тут дымит у меня сырые просто эти бруски и поэтому они сначала дымят а потом нормально горят так вот запас небольшой делаю еще потом просто циркуляркой отрежут вот так вроде чтобы здесь уже зашить нормально все и все кто еще не в курсе у нас длина здания 15 половиной метров по стенам и вот сейчас уэсби 15 метров забили ровно получилось 15 метров как сам фундамент но а крыша естественно по дальше туда вылет идет туда полметра еще туда по метра по карнизу 16 половиной получается в общей сложности по крыше как будто и не выпадала у нас снега все растаяло все такое влажная грязь ну здесь поменьше конечно грязи щебень сюда не хожу если буду ходить буду таскать грязь здесь поддоны здесь леса здесь бочка горит подсушивает землю все сжег все что здесь было очень хорошо горит на самом деле уютно и она осадков у нас нет слава богу сегодня без снега весь снег растаял тепло ветрено правда тепло ну вот оставил потихонечку начали вот этот материал потихонечку этот материал израсходовать начали ребят проводил выдал 2 аванс они больше месяца работают я но уже доверие конечно есть поэтому больше месяца работают 2 аванс выдал все вы рассчитались сейчас уже больше половины работ выполнена по стенам и по крыше дальше дальше только больше надо до 1 декабря все сделать в планах чтобы у нас крыши чтобы с ребятами полностью рассчитаться уже и заниматься другими делами в гараже очень много работа здесь перекладочной правда там надо стол туда занести будет сюда лодку сюда еще что-то может быть а здесь надо будет стену построить чтобы инструмент повесить сделать это до 1 декабря потому что 30 первого к нам приезжает электричество сюда и начинает все я уже все закупил все электричество чуть позже покажу что будет из электричества я имею ввиду из составляющих вот и вы увидите здесь полностью электрику гаража будет снабжена и не только здесь мы еще со светой продумали внешнее освещение у гаража навеса у нас будет вы здесь светильничек красивую силу здесь вы светильничек красивую сеть где-нибудь прожектор надо будет с самим электриком пообщаться специалистом чтобы он в глаза вот так вот не светил например как вот этот сейчас на где-нибудь его вывести чтобы освещал тоже нам навес может быть не здесь там повесить его на высоте прожектор тоже еще один закупил сок у меня уже три прожектора но те мощные они прям они выручают на самом деле очень хорошие для стройки вещи куплено все для мелочей продумано вот прям до мелочей чтобы удобно было строиться не знаю как некоторые но я сторонник того чтобы отсюда мусора вывозить сразу сжигать его сразу они потом не заказывать камазами и вывозить как чтобы тем более у нас осень зима сейчас это может просто утонуть в снегу потом весь мусор будет надо еще раз убраться вокруг пройдись вот здесь вот крыш сейчас вот делаю делают видите торчит это все это что же будет обрезаться падать опять будет целая тележка от этих обрубков и благополучно бочка будет справляться с сжиганием всего этого не знаю вот куда девать пока под открытым небом находится на строительный они строительные а инвентарь хозяйственный лопаты все вот эти вот они здесь пока находятся думаю что вот сейчас освободим вот это вот это и может быть сюда их поставим здесь принципе здесь ничего не будет здесь будет но ничего лодку планируем туда закатить как-то так она может быть здесь него больше будет стоять это еще под вопросом потому что него больше хочется в тепло заносить чтобы стекало и ничего не обледенение не было чтобы я вот так и каждый год чистил вот это все от снегоуборщика время конечно затрачивал за это что еще ну принципе вот и все сегодня поработали вот так вот а во обрешетка лежит и она уже тает на глазах потому что как видели сегодня раз два три четыре вот так в длину туда по 15 метров да то есть использовано 12 12 вот этих вот досок а тут еще вот сюда пойдет обрешетка тоже обязательно также ветрозащита здесь будет из двух сторон все это делается опять же оттуда все берется это что значит значит я еще раз поеду либо сам либо за доставку будет обрешетку буду покупать еще второй сорт потому что не хватит на крышу за один день они не закроют крышу это очень большая крыша 220 квадратов потому что будут поэтапно все делать сначала кидают ветра гидрозащиту потом набивают обрешетку кидают ветры защиту набивают обрешетку но еще скотчем проходит и вот так вот вверх 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 одну сторону видимо день потратить на это потом посчитаем сколько останется и я быстренько загоняю и докупим сколько надо еще доску и сколько досок то надо будет сколько досок уже уже на крыше это больше чем кубов нам чем у самих стен что вот это вот это прям кусок 5 на 2 он сейчас пойдет на контур обрешетку по крыше тоже какая-то часть вот можно сказать даже может вся уйдет даже не знаю не по три метра а ее я планировал для потолков для зашивания пароизоляции внутренней но ничего с этим тоже как бы проблем нету самое главное что зимой пиломатериал тоже продается и все это я докуплю своим прицепом уже свеже здесь до отпуска мы хотим чтобы прицеп уже не там стоял лодка не там стояла все сюда загнать уже здесь уже вот эти вот доски уже их не будет здесь мы и площадку здесь расчищали для того чтобы загонять уже все сюда чтобы здесь у нас все было они там некоторые люди считают что мы долго строим крышу но вы не забывайте друзья что здесь не только крыша вы вспоминаете может быть ролики посмотрите прошлое наши у нас же стены вот были вот по пояс у нас стену дома по пояс были вот эти люди они работают чуть больше месяца они подняли стены с перемычками до потолка они сделали потолковые вот эти вот пролеты балки да и подняли уже каркас весь крыши и стену здесь вот сделали это чё долго что ли я считаю что нет плюс с климатическими условиями которые у нас здесь постоянно меняются снег дождь ветер я считаю что это нормальная работа втроем не надо никуда торопиться доставка материала идет вовремя ребята приезжают как в телеграме пишут с темно до темно работает не вижу никаких скоростей здесь не надо зачем вы только представьте дом поднять с с начала августа месяца люди годами строят дома а тут с начала августа мы уже закрываемся практически коробку полностью практически закрываем окна двери не проблемы ставить они уже заказаны уже делаются для нас двери то же самое это мега быстро это недолго у нас вечер вся семья в сборе здесь на улице тепло ветер но тепло костерок горит настя там совочком играет собаки тут пытаются со мной поиграть что-то вот взяли этот мяч порванный делят друг друга вот вспоминаю прошлую зиму я сейчас сижу на том месте где сарай просто мне даже не верится на самом деле что я сижу там где навесик был такой старенький где снег уборщик стоял делать техника садовая там бедная у меня на морозе морозилась половину где-то было в бане вот здесь две доски лежат вот а сейчас здесь такой простор просто замечательно уютно думаю шашлычок сделаем скоро до мяса дождемся вот у нас один строитель я говорил нет нет по-моему не говорил у него свой магазин продуктовый и по субботам мясо завозят с чуваши закажем у него попробуем говорит вкусно попробуем шашлык сделаем давно не делали мы уже стройкой занимаюсь уже забыли про это что можно и шашлык сделать на улице побаловать себя немного настя ты сапога и сыграешь камешками пока еще не замерзла земля растаяла можно да здесь уже наверно в пяти метрах сухая земля он она дымится прям от бочки снег я уже сказал что весь растаял и до этого говорил что растает погодка нам помогает строительство все равно даже вот в такие дни мы стараемся стараемся сделать по уму очень много мнений конечно постройки всегда каждый ролик и наверно это говорю что все ждут пока развалится не все конечно часть у кого-то какие-то микро сдвиги в крыше там высохнет дерево микро сдвиги они дадут вам я даже не знаю такой о таком задумываться я думаю что вы знаете что пять сантиметров стройки не считается другой день строители не приехали заплатили им деньги и они не приехали чего делать то будем достраивать сами да нет конечно друзья мы это шутка шутим так со света и мы просто договорились еще на прошлом деле что возьмут выходной все-таки больше неделю работают люди и как бы отдохнуть надо да был перерыв у них четыре дня когда армопоезд заливали только просто мы им денег заплатили и у них выходной надеюсь что завтра они приедут да обычно такое совпадение бывает да когда деньги даешь и на следующий день нету никого ну тут так совпало что мы просто как бы вот договорились что они сегодня отдохнут сегодня маленький дождик идет вот даже видно на невооруженным глазом на заборе что идет дождь сегодня такая не очень погода вчера еще хорошо было а сейчас мы едем на почту посылка из германии нет пошел без документов на самом деле взял я же говорю я все забываю даже ключи в дверях иногда хотел камеру взять в руки но тут у нас оператор сегодня так что дождь слякоть дверь кто-то не закрыл я и поездка в райцентр сейчас гулять противно в такой погоде на самом деле быстренько пописать покакать и домой друзья подъезжаем к тому перекрестка это смотрите сегодня сегодня вообще одни нарушения будут смотрите светофор не работает со вчерашнего дня у нас я кстати за забыл это здесь сейчас объяснять нет толку потому что все равно люди напишут что на красный проедем я как бы вообще проеду сейчас на не работающий светофор но естественно я буду уступать всем потому что это главная дорога вот пропущу а потом вот когда светофор не работает на самом деле никаких пробок не бывает я заметил все друг друга пропускают ну да ладно на почту а озон точно к нам же пришла ветрозащита о надеюсь завтра работа продолжится и нам этого хватит смотри там в детские книжки кстати он детские книжки должны быть из штутгарта да киа карнивал интересная машина просто дверь выдвижная смотрится но мы рассматривали киа соренто киа спорт эйдж киа соул а здесь киа карнивал такая вот минивэн так машина грязная сейчас грязище везде смысла мыть ее нету все когда только все замерзнет помыть можно до очередная распаковка из германии посылка 20 килограмм а то и больше наверно у нас смотри какая красота новогодняя посмотри ты на этом открытку взяла от нашей любимой тещи здесь поздравление спасибо почитаем мы это видимо какие-то мягкие наклейки которые куда-то крепятся но мы еще посмотри окна украсить подписал татьяна федоровна окна украсть но вот сейчас кстати установим окна да на новый дом и украсим сразу стекло то нет зачем сразу рубашка теплая это наверно мне слушал она такая тяжелая надо померить сразу она реально тяжелая она без без утепления но она плотно ну как бы зимняя видимо это видимо даже как не знаю как кофта что ли тяжеленная красота прям вот рукава под меня плечи под меня спасибо круто та рубашка это косметичка наверно насть на ручка золотая тебе смотри вот так нажимаешь все все ватла откладываем это кофе белка крем на немецком арабика стопроцентная мы любим арабику так это настя с флисом материал прям такой как как будто латекс прям тянется вот резина латекс первый раз такой вижу материал курточка сейчас кстати вот прям прям вот-вот можно еще носить пока тепло ну такой комбинезон только я думаю зимой таскать в грязи его не стоит когда снежок будет да здесь вот очень красивый цвет посмотрите голубой вот она утепленная комбинезон насти как раз свете кроссовки не буду не знаю сейчас настя очень любит машинки она не любит куклы куклы есть у нее но она биби любит видимо полюбила вот так вот ездим кататься на машине насть на машину люби зеленая у нее синяя красная есть а тут зеленая ты посмотри а как в точку все кроссовки оливковые тебе свет красивые тоже осенние резиночки ну это девчачья все так это наверно свете здесь очень красивая тоже цвет приятный так может быть звука не будет я сниму эту рубашку на всякий случай потому что звук пропадает когда серьезно такая тоненькая я даже вижу что она просвечивает страна оранжевая с этой голуба биби биби-биби да биби биби-биби-биби тебе еще одна биби смотри о так она тяжелая это бетономешалка как нам не хватало бетономешалки как раз смеси этот как его миксер миксер блин она тяжелая покажи камеру реально реальная тачка коммерческая смотри здесь все двигается какая биби-биби настя ты посмотри это mercedes крутая смотри даже кабина откидывается ремонтировать смотри биби как едет вот смотри насть смотри какая классная супер моделька вообще мечта мечта пацана а тут мечта девчонки тяжелая да на смотри вот тебе кукла это будешь играть улыбается это русалочка машина очень тяжелая так осторожно это чё это светорок с таким вот воротником спасибо тоже необычный зеленый цвет что такое ботинок это мне что на ботиночки вот такие аккуратные кожаные биби да кожаные легкие спасибо но это мой размер 43 43 на зиму 42 на лето так насти еще с флисом вот такие вот комбинезона тетли не таблетки второй ботинок здесь в ботинке носки что ли или что ты прикинь вязаные носки прикольно видно меня вообще-то как-то далеко снимаешь поближе вот где-то сантиметров в 30 тогда наши зрители все увидят вот тогда просто темно и в темне сижу здесь так следующее что у нас насти там сладости достает штанишки его тоже на флисе такие вот очень много штанишек зимних спасибо это же одежда прям на зиму вся да да настя на тебе штанишки вот о это что такое это чё коктейль порошок какой-то сладости новогодние уже перчатки это видимо мне вот такие вот тряпичные тебе тоже тряпичные насти я вот насти говорю ей вообще фиг оденешь перчатки вот реально я пытался одеть она снимает надо детям варежки перчатки это но у руки пальцы на резинках даже они не ультуда не улетят на резинках варежка мы таскали когда маленьким были вот штанишки джинсовые это куда-нибудь парадный одевать в театр в питере да здесь велюровые уже это на вырост наверно на три года наверное как минимум с бабочкой так перчаток очень много тоже на это уже на вырост перчатки здесь много сладостей но новогодняя посылка вот достану кофе еще это два килограмма что у нас зерновой кофе нам нужен потому что мы кофе машин ну мы пока каждый год мы показываем это штолен это кекс очень вкусный к рождеству там немцы пекут до пряники вот такие тоже очень вкусные новогодние вот разные шоколадные имбирные маски 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 для стройки маски они улетают еще одна огромная упаковка кофе и спасибо что разные потому что мы любим не просто там одно что-то пить а разные кофе пробуем здесь такой пряник пряник будем пробовать шоколадку на вот такая вот красота вот есть вот дальше это мы уже распаковку делаем снасти сейчас сладостью но сладости конфетки шоколадки а вот еще окна это значит дай у нее колготки колготки носки да наверно шарфик а это шарф шарф но это женский шарф флисовый но это детский на можно и тебе даже носить так много всяких сладостей шоколадок остается еще здесь что-то это для кухни что-то наверное а кофе может быть вот молотый доставать все друзья вся посылка шоколадки это все сладости вот такая посылка у нас получается вот здесь вот перчатки еще завалялись в общем подарки от нашей любимой тещи татьяны федоровны всегда говорим мы вас ждем здесь и хочется встретиться где-то там тоже в общем спасибо вам огромное приезжайте к нам с с виктором любим вас спасибо большое вам товарищи зрители что досмотрели троллик до конца будем заканчивать ну и ладушки всем пока